А все началось, скажем, 6 или 7 лет назад, акулой. Ну и что? Ладно, предлагала. Всем привет! И в прошлом видео я рассказывала о 16 фактов о Васе, и вот этот комментарий. И я снимаю на хорошую камеру уже сейчас. И это видео получится немножко другим. Я расскажу, почему же у нас так много животных, а у нас их очень много. И факты там всякие о них, поэтому начинаем. А все началось, скажем, наверное, 6 или 7 лет назад, когда мы жили в другой местности, тоже Кстова, совсем в другой местности. И у меня не было там друзей, вообще не было. Там у меня соседей еще никого не было там. Милана была маленькая совсем, поэтому не было совершенно никого у меня из друзей. Видео монтируют, так что немножко будет слышно. Что тогда не совсем понимала, и мы поехали за первой собакой. Потому что подруга моей мамы, у нее собака, она родила щенят. Бурова щеночка отправили охранять лаги. А другого, то бишь графа, отдали нам. И цены я, наверное, не буду говорить. Насколько там что, про джесси, наверное, скажу. Вот. И, значит, мы ехали в машине, думали, как его назвать. Назвали граф. Я предлагала его назвать акулой. Ну и что? Ладно, предлагала. Но у нас... Ну, назвали его граф. Приехали. У нас не было ни ошейника, ни поводка. Все, что может пригодиться для собаки, ничего не было. Я взяла старый зарядник, обесточенный. В нем ничего вредного не было. И я к ошейнику его прицепила, чтобы прям сошнул веревка, а потом его, чтобы держать на веревку. И так с ним гуляла. Однажды граф пробался и съел весь кошачий корм. Да, ну а как же кошки? У нас тогда был кот Сема. Я не помню, откуда мы его взяли. Где мы его нашли? А, Сема нам тоже подруга мама отдала. Ну вот, Сема был. А, вот. Сема и граф. Был у нас граф, да, как я уже сказала. И мы зашли однажды в зоомагазин. Я увидела морских свинок. Захотела морских свинок. Но мама не купила морских свинок. Она купила такую черепашку маленькую. Она была маленькая, я настолько маленькая. Черепашка Чита. Она плавала у нас примерно, ну, вот как мой телефон, такой контейнер была, она в таком плавала. Но она была маленькая. Потом купили большой. Вот, значит. И потом мы напротив Сашего дома, где мы жили, в частном доме мы жили, напротив построили на своей земле новый дом, кирпичный. И тогда, значит, стало все интересное. И однажды привезли нам морскую свинку, не спрашивайте, кто и где, не буду говорить. Морскую свинку Боня, которая убежала. Не в этот же день, а она просто убежала. И, значит, она и был, и тогда, значит, прошло немного время. И после школы меня папа забирает на машине вместе с Миланой. Мы едем домой, я спрашиваю, где мама. Папа сказал, что она, наверное, куда-то уехала. Я такая, ну, как куда? Ну, на работу уехала, и что такого? Она приезжает, я такая прибегаю и радуюсь, типа, мама, мам, привет, привет. И там она говорит, такая радостная, и говорит, под елкой Дед Мороз тебе принес подарок. Я такая, я такая, разворачиваю глаза, и у меня искры из глаз посыпались. Там был той, вот дерьмо, маленькая собачка, которая вон там лежит. Джесси. Она была маленькая, настолько. И уже на следующий день, была суббота, мы ей сделали перегородку, там домик есть. Да зачем? Домик ей сделали. Милан. Ей сделали домик, и она у нас там жила. А Джесси у нас уже бегала, и все было идеально. Простите, до Джесси мы купили котенка по имени Дымка, но ее украли. Украли садоводы. Наконец-таки мы переехали в дом в центре города. Мы туда переехали, и, значит, у меня возникла мысль купить хомяка на свои собственные деньги. Мы пошли с подругой, просто Аня, вот, мы пошли за моим хомяком. Извините, что камера трясется, тут Милана лазит. Мы пошли за моим хомячком, назвали его Персик. Но однажды, когда я уехала домой, ой, домой, когда я уехала в деревню, звонит мама и спрашивает, что... Она работает, кстати, в школе у мамы. И она говорит, что мама ученика звонит маме и спрашивает, есть ли у вас в школе живой уголок. Мама говорит, что нет, нету. И она предлагает нам, чтобы мы взяли шиншилл и обменялись на джунгарского хомяка, так как джунгарский хомяк колесики бегает тихо, а шиншиллы носятся как... ну, бешеные, короче. Я соглашаюсь. И у нас появляются шиншиллки. Потом, значит, мы решили продавать клетки, но папа сказал, что давайте купим джунгарского хомячка. И мы пошли покупать джунгарского хомячка. Купили его серого такого. Он громко бегал в колесе, и мы его отдали. Спустя очень много времени, уже это было летом, когда мы серого уже не было, мы все-таки где-то ближе к зиме одноклассница мне отдала сирийского хомяка. И у нас стал жить сирийский хомячок. Ну, на зимние каникулы мы с маминым классом поехали на конюшню, на экскурсию по конюшке. Там нам все рассказали, и потом, значит, потом, 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 и все стали кататься на лошадках, я уже покаталась, я была вторая. И там девочка нас проводила, нас с Миланой, посмотреть на шаншиллы белок. У них там шаншиллы и белки были. Я как пригляделась к шаншиллу, там и серые, и бежевые, и белые были. В общем, много всяких шаншилл. И... Извините, телефон просто зазвонил. И, значит, белки там продавались бесплатно, а шаншиллы 2500 рублей. И... Очень много, да, очень много. И... Я прямом смысле. И мы... Все-таки, мама говорит, не больше двух белок. Мы купили три, одну, чтобы отдать. Вот, мои двоюродные сестры отдали. И, значит, у нас зажили две белочки. Две. Две, вот так, две белочки. Стали жить две белочки. Но потом... И у нас зажило, как я сказала, две белочки. Но на Новый год Милана захотела кролика. И принесли... И Дед Мороз принес нам... Ну, Дед Мороз... Кролика. И у нас зажил кролик Зефирка. Фотки, фотки, много фоток. И... Кролик Зефирочка стал у нас жить. В общем, вот так вот у нас все проживалось, в общем. И, в общем, вот так... Ой, я про Васю сказала? Да. Нет. Не говорила про Васю. Как у нас он появился. Короче, мы нам Васю тоже отдали. И мы привезли Васю. И за две недели примерно он здесь прожил. Но это все факты Хаваси. Так что... Поэтому я про него так и не... Особо так и не рассказывала. В общем, кому понравилось видео, ставь лайк. Подписывайся. И пока!